МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Красивыми бросками, своей динамичностью и работой в картере. Про любовь к дзюдо и один из старейших турниров расскажет Спорт-М. На первый год в серединке должны быть. Усилимся чуть-чуть, пара человечков приедет, и нормально все будет. Футбола в области становится все больше и больше. За второлиговым торпедо наблюдала наша съемочная группа. Киндер-сюрприз – это круто! И это не шоколад. Десятый турнир по спортивной акробатике завершился в Могилеве. Подробности в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа Спорт-М. Приветствуем вас. Первая неделя весны была очень богата спортивными событиями. Наш выпуск мы начнем с футбола. В Могилеве на футбольном поле по улице Якубовского всегда многолюдно. Тренировки одних команд сменяются другими. Мы застали здесь дебютанта нынешнего розыгрыша второй лиги Беларуси «Торпедо». Клуб «Новичок» радует организации тренировочного процесса. Ежедневно и продуман до мелочей. Даже манишки лигочемпионские – дополнительный способ мотивации игроков. Как вы уже знаете, клуб частный и выстраивает работу по заранее подготовленному бизнес-плану. Звезд с неба не хватает, а растит своих под присмотром старших коллег. Один из них, поигравший рангом выше, Сергей Филиппов. Был в Речице, сейчас семью сюда перевез. Пока, наверное, скорее всего, здесь. Этот сезон, наверное, будет в «Торпедо». Да и все планы. Будем работать, молодежь. Будем молодежь тянуть, чтобы они стремились к чему-то достичь. Но планы – работать на первый год в серединке должны быть. Еще усилимся чуть-чуть, пару человечков приедет, и нормально все будет. «Торпедо» уже провел за первый месяц тренировок три товарищеских игры. И счет в них не самое главное, на что стоит обращать внимание, считает тренерский штаб. По спаррингам пока сказать, что прокомментировать сложно. Мы очень в таком положении, что не можем оптимальный состав собрать. Много очень студентов, очень много больных, зима. Поэтому по защитной линии вообще мы не разу, мы все время у нас играют ребята, которые пока не на своих позициях, так скажем. Ну, радует более-менее атакующая линия. Мы забили вроде не очень-то много, но что-то проклевывается в плане игры. Сейчас посмотрим в ближайших играх. Вроде повыздоравливали, поздавали все свои сессии. Так что будем смотреть. А мы будем смотреть за вами и показывать в «Спорт-М». Сразу после тренировки «Торпедо» на «Искусственный газон» вышли и футболисты Могилевского Днепра. Команда провела очередной товарищеский матч. Соперником была команда «Гомель». Игра завершилась в ничью 1-1. Хозяева открыли счет, а гости сравняли. Посмотрим, как это было. Если вы смотрите нас в четверг, то в эти минуты решается судьба хоккейной команды «Динамошинник». В Москве они проводят свой третий матч в первой стадии плей-офф. В случае поражения оно будет третьим в серии. Чемпионат молодежной хоккейной лиги для нашей команды завершится. Напомним, первые две игры прошли дома на Бобруйск-арене, где за родную команду переживало 700 болельщиков. Часть из них отправилась в столицу России поддержать Зубров на выезде. Надеемся на шанс минимальный, но он все же еще остается. Могилев стал центром притяжения юных звезд по спортивной акробатике. В областном центре прошел 10-й открытый республиканский турнир «Киндер-сюрприз». Страны-участницы – Беларусь, Украина, Литва, Молдова, Туркминстан и новичок – Германия. Нам у вас все куча. Нам очень нравится Беларусь, вообще грандиозный зал, огромный комплекс, шикарный. Я думаю, что в Европе таких совсем немного и уровень соревнований очень сильный. На этот юбилейный турнир приехало 18 команд, 250 участников. Дети младшей возрастной группы выполняют обязательную программу, а старшие дети, конечно, растут из года в год благодаря своим тренерам. Уровень высокий, особенно Украина привезла, Германия, белорусы тоже хороши. Для самых маленьких это первый турнир международного уровня. Каждое движение «Взгляд» – это борьба с волнением. Судьи на это тоже обращают внимание. Мы состоим в женской паре. Мы выступаем от города Барановичи и надеемся только на победу. А если вдруг не получится, ты не расстроишься? Нет. Я приехала из Витебска. Я хотела стать чемпионкой. А это смешанная двойка из Украины. На нашем турнире уже в третий раз. Приехали бы еще, но в следующем году уже не позволит возраст. Как вы выступили? В принципе, все было отлично. Конечно, может быть, немножко где-то шагнули, пошагнулись, но, впрочем, неплохо. Хореография была хорошо, улыбались. Ну, диагональ немножко согнулась на бланже. А так нормально. Пара Аня и Марина из Гумеля – уже опытные спортсмены. В этом году стали серебряными призерами чемпионата страны. На киндер-сюрпризы также надеются попасть призеры. Мы сюда шли целенаправленно, и поэтому пути назад нет. Ну, нужно двигаться только вперед и вперед, и достигать новых успехов. Ты не волнуешься? Ну, чуть-чуть. Те, кто совладал с волнением и показал близкую к идеальной программу, и стал победителем. В общекомандном зачете Викторию праздновали гомельчане. Вторыми стали гости из Молдовы. Бронза остается в могиле. Киндер-сюрпризы – это круто. Один из старейших турниров подзюдо завершился в Могилеве. Первенство страны носит имя воина-интернационалисты Андрея Мельникова. Вечно молодой афганец до ухода в армию занимался борьбой. И, говорят, был перспективным. Возможно, уже его внуки также станут спортсменами. Это для меня огромная честь. И я горжусь своим отцом. И дочу свою привела. И буду приводить на такого рода мероприятие. Я думаю, что ей нравится. И будем воспитывать тоже спортсменку. Каким спортом ты хотела бы заниматься? Я хотела отжимания. Отжиматься научиться? Да. Сына, надеюсь, будет воспитывать отец. Я буду баловать, как любая мама. Любить, жалеть. Ну, конечно, хочется и чтобы спортом занимался. Но, прежде всего, от ребенка это должно исходить как-то лично. Те, кто принял участие в турнире спортом, а точнее дзюдо, занимаются уже не один год. Турнир престижный. За два десятка лет на пьедестал поднимались не один в будущем. Чемпион и призер Европы и мира. Нынешний 22-й не стал исключением. Схватки за выход в финал. Соперник уже вам знаком? Да, я с ним неоднократно боролся. Он старше меня на год. Я по молодости ему проигрывал. Ну, потом брал реванш, отыгрывался. То есть, ну, так вот. Ну, в голове какие-то заготовки крутятся на этот поединок? Ну, да, атаковать первым. Не давать ему сосредоточиться. Ну, и обыграть. Обыграть тактически. В итоге Руслан прошел в финал, где проиграл представителю Минской области. Иван Захарченко, тяжеловес из Витебска, приехал в Могилев в ранге победителя Кубка Европы. Хочется, хочется постигать все больше вершины. Так что ни капли, нет усталости от этого спидоспорта. Все, хочется, хочется бороться и выигрывать. Иван стал бронзовым призером турнира. Всего же спортсмены из трех стран – Беларусь, Россия и Украина – 16 раз поднимались на пьедестал. В прошлом году хозяева заняли второе общекомандное место. В этом результат был улучшен 75 с половиной баллов, что на 22 пункта лучше, чем у минчан. Столица финишировала второй. Третье место у дзюдоистов из Гомельской области. На сегодня все. Это была программа «Спортэм». Всех женщин с наступающим 8 марта. Ну а в понедельник мы расскажем, как мужчины их поздравляли. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!